Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике. Об этом заявил премьер-министр нашей страны по итогам встречи с российским вице-премьером. Роман Головченко пояснил, что обсужденные вопросы касались всего спектра взаимоотношений Беларусь и России в сфере промышленности, оборонного комплекса и исследования космического пространства. В стране на сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Местами прогнозируются сильные осадки на липании мокрого снега «Гололед». На отдельных участках дорог «Гололедица». ГАИ призывает всех участников дорожного движения к повышенной внимательности. Мокрый снег превращает проезжую часть в кашу, значительно сокращая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь. Поэтому двигаться в таких условиях нужно осторожно, соблюдая дистанцию и скоростной режим. Онлайн-университет для старшего поколения открыли в Беларуси. Главное преимущество нового проекта – возможность учиться из любого уголка страны. Виртуальный ВУЗ представляет собой специальную платформу, где будут собраны десятки видеокурсов. Есть лекции, которые можно прочесть или посмотреть записи. Например, как открыть свое дело на пенсии. Интернет-площадка пока работает в тестовом режиме. В Беларуси активизировались кибермошенники. От имени службы безопасности банка злоумышленники сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денег клиентов неустановленным сотрудникам. В связи с этим просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию. Далее звонок переключается на псевдо-сотрудника милиции, который продолжает вводить клиента в заблуждение. Могилевский институт МВД проведет день открытых дверей. 5 февраля абитуриентов ждет насыщенная программа. Будущие курсанты смогут познакомиться со специальностями факультета милиции, внутренним распорядком и укладом дня, посмотреть аудитории и общежития. Участниками мероприятия станут около 300 старшеклассников со всей страны.